Увидеть состояние муниципальных предприятий своими глазами и понять, какие средства необходимо выделить на них в ходе формирования бюджета на следующий год. Городские депутаты создали рабочую группу и составили план посещения всех учреждений, которым планируется выделять деньги. Первым народные избранники осмотрели Дворец культуры, затем отправились на Балаково-Электротранс. Это предприятие держится на плаву, однако средств катастрофически не хватает. На год убыточность минус 11 миллионов. Это чисто прямые, без общехозяйских взрывов. Водитель, кондуктор, электроэнергия, амортизация, резина, запчасти. Среднее энергопотребление на километр пробега 2,7 киловатта у троллейбуса. То есть на 100 километров он поедает 270 киловатт. Умножаем на сегодняшнюю цену по электроэнергии, а у нас она не городская, она у нас поменьше. Средняя цена у нас складывается 4,72, это без НДС. Мы считаем, что у нас получается заправить электричеством троллейбус дороже, чем автобус. Но предприятие может стать прибыльным. В настоящее время идет слияние БЭТа с пассажирским автокомбинатом. Весь муниципальный транспорт будет сосредоточен в одной организации. А автобусы все-таки более рентабельные, чем троллейбусы. При этом электротранспорт тоже убирать не будут. Кстати, сейчас на маршруты выходят всего 17 троллейбусов. Необходимо обновлять парк, а современные машины стоят от 20 миллионов рублей. Развития-то не хватает. Да, я как раз за это и хотел сказать, что суть в том, что вот это как раз часть, ну, нивелирует только убыточность, не позволяет предприятию вообще никак развиваться. То есть даже если от каких-то направлений у нее появляется прибыль, найдет зачет полностью всего общего котла, ну, понимаете, да, и, соответственно, у нас датируют ровно в той составляющей, чтобы мы просто оставались на плаву и предприятие не закрывалось. Балаковый электротранс будет участвовать в аукционе по организации пассажирских автобусных перевозок. И после слияния двух предприятий они смогут обслужить больше маршрутов. Честно говоря, немножко жалко это предприятие, потому что то финансирование, которое закладывается на следующий год, фактически это финансирование подразумевает только закрывание дыр предприятия. Развитие, конечно, о развитии речь пока, наверное, сложно вести. Но, тем не менее, новый руководитель у этого предприятия достаточно грамотно провел у нас экскурсию, который рассказал о том, какие проблемы у предприятия есть, какие перспективы. В этот же день депутаты осмотрели филиал молодежной инициативы на улице Вокзальной. Здесь работают кружки, спортивный зал и скаутский клуб. Здесь же планируют разместить музей балаковского спорта. Нам не хватает просто площади той. У нас в планах разделить на несколько зон, как историческое, так и интерактивное, потому что детей сейчас не заманишь, просто пришли. И вот, ребята, посмотрите на фотографии. Им что-то нужно пощупать. Им нужно... Настольные игры отвлекаются от гаджетов. Ставим настольные игры. 20-30 летней давности. Футбол, хоккей. Они вот с такими глазами, они этого не видели. Они начинают играть, то есть их оттуда не выгонишь. Можно, говорит, мы еще придем? Я говорю, ребята, конечно, приходите. То есть вот нужно такое нам уже побольше. Главная проблема этого здания – протекающая крыша. На ее ремонт по смете необходимо около 600 тысяч рублей. Скорее всего, в следующем году кровлю приведут в порядок. Условия, конечно, здесь оставляют желать лучшего. Здесь, я думаю, что мы здесь совместно с депутатами внесем корректировки в тот предложенный бюджет, финансированный на следующий год. В частности, здесь такая, я так понимаю, основная проблема связана с крышей. Начинать надо, наверное, с нее. Эта сумма не заложена пока в бюджет следующего года. Но я думаю, депутатский корпус поддержит это учреждение. И все-таки, наверное, это нужное дело. Здесь надо будет рассмотреть возможные варианты дополнительного финансирования, чтобы все-таки дети имели возможность заниматься в более-менее комфортных условиях. Еще одним предприятием, которое посетили городские депутаты, стал Балавтодор. Народные избранники осмотрели ремонтные боксы и гаражные помещения на улице Саратовское шоссе, а также пообщались с работниками предприятия. На этом участке Балавтодора трудится около 150 человек, большинство из них рабочие. Задачи, которые выполняют предприятия, довольно разнообразные. Первое, это то, почему судят народ, люди жителей города. Это дорожная работа, это дорожная рабочая, это разметка, это асфальт, дороги, ну то, что все все видят. Второе, да, ремонт в том числе. Второе, это вот все, что связано с электрикой. Это, ну, там же находятся у нас и светофорные объекты, вот, их не там новые, не новые, старые. Вся электроотставляющая, это отдельная, это очень колоссальная затранка, бешеная работа, отдельный участок. И третий участок, все-таки ливневая канализация, глава города поставлена задача, чтобы ее восстанавливать потихоньку. Она у нас находится в ужасном состоянии. Руководство и работники Балавтодора рассказали депутатам, что необходимо сохранить две базы предприятия, расположенные в старом городе и на Саратовском шоссе, потому что это экономит средства, топливо и время. Не приходится гонять технику из одного конца города в другой, для того, чтобы, к примеру, почистить дороги от снега. Сегодня у нас уже третий выезд рабочей группы по проекту бюджета нашего города Балакова. Сегодня мы решили своими глазами посмотреть предприятие Балавтодор, чтобы оценить не только на бумаге цифры, но и реальное состояние материально-технической базы, оснащения, персонала. Мы, конечно, более внимательно будем уже вести диалог с руководителем данного предприятия. Сегодня мы осмотрели состояние техники, ее количественные и качественные показатели. Теперь у нас есть понимание, что можно привести в порядок своими силами, на что нужно непосредственно выделение. И мы понимаем уже более стратегически, как нам двигаться дальше. Соответственно, такие поездки, они очень полезны, когда можно все это пощупать, потрогать, увидеть, познакомиться, поговорить непосредственно с людьми, которые осуществляют такую полезную в нашем городе деятельность, как уборка и поддержание на дальнейшем виде наших автодорог. Подобные выездные совещания рабочей группы будут продолжаться. В ближайшее время депутаты посетят и другие муниципальные учреждения, которым необходимы дополнительные средства из бюджета. Продолжение следует...